Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Паула Ларина. Моя группа ВК всегда рада новым пользователям. Подпишись и ты, ссылка в описании. Информация для видео взята с канала Бесси. Мейс Винду происходил из народа Гош, Винду, который жил на планете Харункел. Народ был немногочисленен, но у него была одна отличительная черта – все его представители были чувствительны к силе. И он, Мейс Винду, естественно, был не единственным в своем роде – его родственник по имени Карвас Тор, как я уже сказал выше, тоже был способен к обучению путям силы. И даже более того, он был очень сильным и храбрым воином. Он весил более 100 кг, но при этом он был совсем не жирный, а очень мускулистый, крепкий и ловкий. Но по сравнению с Мейсом Винду, у него был один большой недостаток. Из-за того, что в детстве он попал плен к браконьерам, а также из-за травм, которые он получил, когда сбегал из их лагеря, используя мощь темной стороны, его психика и организм были серьезно повреждены, и он потерял способность к человеческой речи. С возрастом он все больше и больше начал походить на Тарзана, который вырос среди обезьян. Единственными звуками, которые доносились из его рта, стали различные рыки, мычание и скуление. Но он не был глуп и его способности во владении силой также были крайне мощными. Он мог внушать другим те мысли, которые хотел, поэтому прекрасно обходился и без дара речи. И самое интересное тут то, что он, будучи самоучкой, который так никогда и не стал даже юнглингом, однако был очень мощным воином темной стороны силы. Когда Мейсу Минду пришлось один на один сойтись с Карвастором в бою, он признал, что даже сырая, не оформленная годами джедайских тренировок силы темнокожего члена его племени, намного превосходила силу многих рыцарей-джедаев, а может, даже была сравнима с мощью Йоды. И что самое интересное, этот персонаж мог не только управлять яростью темной стороны, но мог также призывать к себе на помощь мощь светлой стороны, чтобы лечить боевые раны себя и других и даже помогать бороться с болезнями, вроде малярии. И хотя он не владел световым мечом, в искусстве боя на вибромечах он мог потягаться даже с воинами Эчани, а используя своё преимущество в силе как физической, так и магической, в бою один на один он мог победить практически любого оппонента. А что ты думаешь о Карвасторе? Персонаже, который был сравним по силе с самим Йодой и Энакином Скайуокером, даже не имея многих лет обучения в Храме Джедаев? Пиши своё мнение в комментариях. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. И не забудь также подписаться на мою группу в ВК и на мой лайв-канал, ссылки на которые тоже есть в описании. Ну и про англоязычный канал под названием Typical Russian Guy тоже не забудь. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok